IT-индустрия все прочнее закрепляется в нашей республике. Прежде это была вводчина профессиональных разработчиков, теперь же молодые специалисты самостоятельно обучаются этому ремеслу. К ним присоединяются и дети. К примеру, учащиеся Актемского лице разработали уже вторую игру, направленную на развитие младших школьников. В мир IT-технологий заглянул и наш корреспондент Юрий Осипов. В начале нового тысячелетия невозможно было представить, что в нашей отдаленной республике станут создавать компьютерные игры. Начало развития этой индустрии смело можно связать с двумя прославленными братьями Алексеем и Афанасием Ушницкими. Именно они в начале 2000-х проявили инициативу и дали старт развитию этой индустрии. Сегодня, следуя их примеру, молодые разработчики учатся создавать свои игры. Лет 10 тому назад у меня даже не возникало такой мысли, потому что и уроков найти было трудно, и по профессии я не программист, для меня это сложно, а сейчас я могу видеть, поставил для себя какую-то задачу, захожу в интернет и нахожу решение этой, допустим, задачи, вижу, какие методы они используют, и эти, можно сказать, методы подгоняют под свои потребности. Намного легче стало учиться делать игры. Свой кружок программирования есть и в Актемском лицее. В нем занимаются в основном девятикластики. Они разработали уже вторую игру. Направлена она на развитие логического мышления у младших школьников. В игре три главных героя. Мэтт, Эмит и Элли. Здесь ученик должен составить алгоритм, чтобы подарить Элли цветок. Даже для создания такой незамысловатой, казалось бы, игры, требуется немало усилий. Разработка – это труд не одного человека, а слаженной команды. Моя часть разработки – я писал основную программу. Программу «Что должен делать» и все остальное. В данное время разрабатываю музыку, которая будет подходить к этой игре. Раньше разработка игр в Якутии казалась чем-то невозможным. Сегодня из мечты это превратилось в объективную реальность. Компания «Майтона», созданная братьями Ушницкими, флагман республики в этой сфере и одна из самых успешных компаний в России, известная по всему миру. В ней трудится 150 специалистов. Две их мобильные игры являются хитами в своем жанре. Задача – это провести расследование и выяснить, что стало причиной. Таких компаний совсем немного. Это связано с ситуацией, сложившейся в нашем регионе. На данный момент не хватает квалифицированных кадров. В этом плане очень помогает Северо-Восточный федеральный университет. Но чтобы отвечать вопросам времени, нужно готовить в 10 раз больше специалистов. Такая ситуация складывается, что если какому-то стартапу нужно будет 100 человек, чтобы открыть свой стартап, то он может открыть офис просто в центральных городах страны вместо Якутии. Также проблемой для разработчиков являются дорогие тарифы интернета в Якутии. Они порой превышают даже цену аренды офиса. При определенной поддержке IT-компании в перспективе могут стать крупнейшими налогоплательщиками, так как продукты, созданные ими, могут распространиться по многим странам, таким образом принося доход со всего мира. Юрий Осипов, Евгений Лугинов, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.